привет всем друзья нахожусь я сейчас в лондоне устраивайтесь поудобнее в этом видео покажу лондон досмотрите это видео до конца только что был в самом крутом барбершопе в лондоне смотрите как меня четко сделали вообще в лондоне очень уютная нахожусь на какой-то такой спальной улице потому что мы очень далеко от центра но здесь очень красиво я всем советую посетить лондон мне понравилась москва и вот понравился лондон ну и немного париж остальные города мне не понравились там дубай пекин ну такое а вот здесь именно очень красиво старая архитектура сочетается с новой архитектурой вот эти вот офисные здания новые они сочетаются со старыми вот эти их красные автобусы лондонские будки телефонные ну очень все красиво как-то вот архитектура вот здесь очень крутая вот эти вот старые кирпичные здания вот машина стоит во дворе короче очень здесь круто люди были такие классные приветливые едут мне машут вот здесь такая целит атмосфера как будто все друзья идут добро пожаловать в лондон welcome to london вот только что до снимал видео заехала женщина и поприветствовала меня ну круто же ребята здесь они не привыкли наверное видеть таких вот ребят блогеров которые ходят с камерами блин вообще классно иду с камерами сигналят вообще ну вот это европа да вот насколько отличается ребята культура блин я себя чувствую звездой я себя в пекине чувствовал звездой когда со мной все фоткались потому что для них европейская внешность очень своеобразная для китайцев и они все хотят с тобой сфоткаться так переместились в центр пошел дождик все-таки англия четыре дня было солнце ребята здесь лондоне настолько все крутое дорогое я просто в шоке везде золото везде дорогие бренды какие-то антикварные магазины какие-то бутики цены очень дорогие вот например какой-то бутик здесь тоже какой-то бутик все стоит блин по 5 штук долларов магазины икры магазины устриц какие-то золотые ковры везде мэрс пока лондон для меня это один из самых дорогих городов вот такой вот видите лондонский стиль да этот заборчик тут магазин на магазине роликсы жестко здесь до любимая тут как раз вот на этих людей которые могут вот такой вот ресторанчик на улице сидят все свои витаны но без денег здесь жить я думаю это кстати мотивирует очень сильно людей зарабатывать потому что вокруг такой вот бантли на бантли марсе вот такую вот я модель себе хотел смотрите как там классно внутри здесь у нас блин паток филипп роликсы живанши диор луи виттон вон желтый куда идти что покупать сейчас зайду в паток филипп мечтаю об этих часах но мне говорили что на эти часы очередь очередь два года потому что на изготовление одних часов нужно три года вот золотые модели паток филипп цены начинаются от 30 тысяч фунтов и выше короче ребята вы сейчас охренеете зашел в паток там не было тех часов которые я хотел и думаю зайду-ка я вот хаббла и короче купил часы себе за 30 тысяч долларов но они просто офигенные смотрите очень крутые золотые как раз мне под машину до любимая заполняет гарантию вот мои роликсы очень они мне понравились большие я люблю большие часы короче правильно говорить не хаббла то так угло угло вот за границей так говорят углы углы вот так вот глотают ну а я говорю хаббла вы спросите ребята как я рассчитался я рассчитался карта и payments за три платежа получилось рассчитаться потому что больше десяти тысяч долларов за один раз нельзя перевести на карту и payments очень удобно беру с собой карту за границей рассчитываемся в отелях делаем покупки вот такие вот часики я хочу себе купить барбершоп они стоят три тысячи фунтов ну согласитесь очень крутые да так ребята упаковка здесь вообще на высшем уровне все ремешок вот такой вот чехол еще дают вот смотрите три платежа по 7821 2 и 3 7 820 фунтов вот разбил на три платежа так пленочку я еще не снимал не буду снимать пленочку сейчас на виду но ребята нам же за эту покупку еще вернуть деньги на сколько гривен губу лакшери лаунж сколько нам вернут сколько три три с половиной тысячи фунтов сколько процентов 17 процентов ребята возвращается вам если вы покупаете вот за границей у нас ничего да у нас вы покупаете за нормальную стоимость а вот за границей вы сможете вернуть часть денег сейчас пойдем 10 минут на вот пять тысяч долларов да это где-то получится мы сэкономим вот такая вот у меня именная карта гарантия 3 года до у вас тоже хабблаты да да бутылочка мешает да хотим ну блин нам вода нужна у нас нет денег и купить мелких неудобно возьми возьми воду все погнали все спасибо ну что я скупился по полному ну как по полному не по полному а по крупному да одна но крупная жестко и остальное уже нет времени спасибо так зашли мы пошопиться ребята в белинтьягу присмотрел себе вот такую вот худи очень крутое качество и мне нравится вот такой вот крой когда плечи опущены как вам стоит она 600 фунтов но очень удобная удобный капюшон еще решил взять себе вот такую вот сумку она ребята очень удобная потому что когда ты не хочешь таскать с собой рюкзак но тебе нужно взять там какие-то там документы и телефон и у тебя нет карманов вот эта сумка это идеальный выход из ситуации удобная большая стоит она тоже 700 или 600 фунтов короче беру сумку и худи смотрите ребята пришли в антикварный магазин тут часы омега вот 65 года вот омега золотые вот эти 69 16 тысяч фунтов стоят вот эти омега золотые стоят 7000 фунтов и вот эти вот ролик со 35 до это 35 тысяч фунтов раньше они стоили 300 фунтов какого года это 54 54 года часы которые стоили 300 фунтов вот это вложение на на инвестиции сейчас стоят 35 в прошлом году эти часы стоили 6000 фунтов в этом году они 28 потому что вы еще да то есть опять производство началось и оригинальные начали автоматизироваться с 6 до 28 за один месяц немские часы второй мировой бумера паттек филипп за 11 тысяч фунтов полночки платные смотрите ребята оригинальные два доллара с завода они не разрезаны еще две с половиной тысячи фунтов стоит вот этот лист то есть это как бы даже нелегальная тема завода кто-то украл также здесь акулии зубы есть метеориты есть вот такие вот здесь местные такси прикольные да вот у них все в одном стиле и это очень круто а у нас все как попало смотрите какой прикольный чувак какие-то схемы у него вон дрон пылесос какой-то короче что сказать что жестко здесь что я заряжен да да ребята жестко меня это все зарядило я тут хожу такой подорванный уже 10 магазин ролик прошел на одной улице представляете блин это реально мотивирует ты смотришь на уровень жизни знаете что я еще хочу купить виски конора макгрегора хочу взять виски конора макгрегора в свой барбер вот вискарик а вот будка телефонная не работает или что не работает ребята я его ношу вискарь конора макгрегора теперь у нас будет в барбере приходите дегустировать точно у нас будет уже в киеве такой вискарь только у нас будет в украине да да точно никого пропорте паленкой какой-то угощает или вообще не угощает 30 фунтов стоит пропортов называется сколько возьмем бутылок 100 бутылок 5 да давай зашли и приходите пораньше что-то такой крутой магаз здесь все виды виски все сорта виски да куда неудобно везти будет просто если можно организовать будет доставку да тогда сделаем доставку так что ребята приходите ко мне в барбер попробовать вискарь макгрегора здесь вообще будка с вайплаем ребята ковры здесь много магазинов с коврами это считается лакшери да нет у нас все бабушки получается живут лакшери эти ковры стоят десятки тысяч долларов вот где вы у нас видели магазины с коврами сейчас идем в ресторан хайт это ресторан чичваркино одна звезда мишлен да называется хайд любимая забронировала столик русский открыл в лондоне ресторан мишлен да он был владельцем евросети переехал в лондон и открыл за сколько за 15 миллионов евро ресторан что погнали так а где здесь вход хайт спрятан видите а вот все нормально идем а так начинаем с шампанского я взял себе английская я такой человек что когда в англии пробую только местные так здесь у нас вид на стройку классно вообще я кайфую от этой стройки так пробуем вот так вот нужно сделать показать что ты крутой понимать мне не надо в плене я не крутой а шампанское то вино если ты не знала игристое вино не будет не будет это делается чтобы показать осадок по стенкам которые исходят да а тут не будет осадка тут беда ладно а тут наверное меню тут беда о смотри это оригинальный мак я думал это ну как называется сувенир сувенир ну не сувенир а муляж ну короче вы поняли так любимая мне выбирает блюдо так смотрите мне дали вот такую вот винную карту на планшете смотрите самое дешевое вино стоит 29 фунтов самое дорогое 48 тысяч фунтов это сколько короче это очень дорого это почти 4 миллиона рублей походу дальше можно выбирать по странам по цене короче я вот выбрал от 50 до 100 фунтов ну его в жопу ребята да так мы заказали 7 курсов перед этим нам принесли что здесь овощи хлеб короче ребята вся фишка таких ресторанов именно в красоте в подаче в эмоциях видите как красивенько здесь все они нарезали хамон на кости смотрите перо какой-то соус с семечками вот масло это масло хлеб есть вот такой вот отдельный ящик в котором power bank находится можно заряжать телефоны короче очень круто всем советую хотя бы раз сходить в мишленовский ресторан короче обслуживание здесь дам на высшем уровне вот почему эти рестораны они даже и недорогие сколько там средний чем короче стандартный меню здесь стоит 115 фунтов вот мы его взяли 7 курсов и отдельно вино еще к каждому курсу к каждому курсу вам приносит отдельное вино которое подходит отдельное вино еще 100 фунтов кстати в этом ресторане 3 этажа то есть есть как бы ground floor это вообще там под землей там бар на первом этаже там как обычное кафе то есть вы можете выбрать сами по меню все что вы хотите и цены я смотрела такие же как в обычном ресторане даже меньше чем у нас ниже чем у нас в этой обслуживание шикарно обслуживание на таком же уровне как и здесь так ребята вот мое самое любимое блюдо догадайтесь что это яйцо мы пробовали в амстердаме да самое вкусное яйцо в мире да в мошике попробуем это короче попробовал ребята не очень какое-то пюре грибное с яйцом короче вкус ужасный ну не то чтобы ужасный вкус никакой так сидим мы уже ровно два часа а это только шестая подача ребята еще одна подача у нас и десерт и так прошло уже три часа и это не десерт ребята это предесерт видите вся фишка здесь в красоте вот у меня какой-то здесь тюльпан во льду да и сверху вот какая-то херня сорбет из свеклы сорбет из свеклы сорбет из свеклы с оливковым маслом внутри и с листиком крема ну честно сказать красиво но не вкусно да да красиво но не вкусно но вся фишка подачи подачи да в красоте ну не то чтобы не вкусно есть можно да но нет вот такого эффекта чтобы вау вау эффект дает вот этот именно вид ты видишь и думаешь да этот вид именно и дает такой эффект да если подашь вкусное блюдо да нет если дерьмо как бы они красиво его не подали это остается дерьмом и так наконец то последний курс да десерт сколько прошло уже три с половиной часа прошло что у меня здесь любимое ты слушала я его не слушал что мороженое какое-то тесто смотри что за херня он сказал эластичное тесто эластичное тесто внизу мороженое саке да мороженое саке эластичное тесто внизу мороженое саке ну я его не могу попробовать блин он все я его достал его нужно пробить сироп из роз сироп из роз у любимой какой-то горшок фисташковое мороженое с авокадо и вот это вот цитрусовая соль такая кристаллизированная короче десерты мне не понравились все смотрите на улице уже ночь встретимся ребята с вами завтра и так на следующий день мы пришли на колесо называется лондона очень огромное 130 метров высота самое большое в европе огромные здесь очередя в мире я не знаю какое оно по счету но это колесо точно одно из самых больших в мире самое большое походу в дубае я не знаю или в дубае достоин билеты мы взяли через интернет потому что так проще и пришли с утра потому что с утра меньше всего очередь если придете в обед вообще очередь аж на дорогу выходит нереально сюда попасть сколько стоит билет вообще билет а у нас а у нас самый дорогой наверно самый дорогой кстати за 450 можно арендовать целую капсулу что серьезно ну да и специально мне говорила блин можно кабинку арендовать были бы там сами а так сколько человек в кабинке по моему до 25 человек 20 человек жестко я взяла билеты онлайн и на лондон ай и на ривер кризис это мы на кораблике покатаемся можем здесь да четко и получилось и то и то за 34 человек а если отдельно покупать короче экономим ребята 34 фунта и поездка по темзи да и катаемся на колесе за 34 фунта так что советую вам заказывать билеты онлайн и быстрее в очереди не стоите и дешевле учитесь у миллионера нужно экономить чтобы быть миллионером просто я вот все такие дела делегирую любимой и она занимается организацией вот всех экскурсий всех мероприятий всех поездок по городу походов по городу бронирование бронирование всяких до чтобы я не расфокусировался чтобы я занимался чисто своим делом очень много времени отнимают туда зашел туда зашел туда зашел и так весь день прошел так займи место под солнцем чтобы не стоять короче в капсуле это очень просторно здесь человек не знаю 25 заработает кондиционер и это самое нормальное что здесь есть потому что вид так себе тем за это коричневая какой-то болото так теперь идем на круиз по темпе сколько длится сорок пять минут будем кататься по темпсу что нам нельзя вниз наверху все занято вот так здесь комфортно ребята комфортно но конечно же круче наверху и а все и 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 Как тебе? Классно. Мой, мне понравился больше. А мне понравился английский юмор. Да. Вот, они классно гонят. Заходим, и он говорит, так, ребята, приготовьтесь, три с половиной часа. Да, в семь часов я вас привезу обратно, и все сразу друг на друга смотрят, типа, что, всех вкладывают там какие-то, никто не планировал там сидеть весь день. А потом он говорит, посмотрите на свое лицо. Это была шутка. Ну, и так вот гнал целую дорогу. Это прикольно, это очень как-то... Прикол в том, что он говорит все на полном серьезе, все тут так, в Англии. Даже на семинаре, да, был чувак? Который говорил на полном серьезе, и ты не понимаешь, или он гонит, или нет. Ну, когда уже абсурдная какая-то ситуация, тогда понятно, что это прикол. Но все равно многие не смеются, не понимают. А мне такой юмор по душе. А поездочка, ну, так себе. По этому болоту. Просто кайфово. Реально кайфово. Сидишь, наслаждаешься, да, и все. Так, я потерял любимый. Находимся сейчас на мосту. Вот, вы видите. Это Биг Бен, ребята. Идет реконструкция. Вообще ничего не видно. Вот это Вестминстерское аббатство. Тоже, короче, реконструкция. Вон колесо. Вот так вот все это выглядит. Короче, неудачно заехали. Нашел. Нашел? Терем меня? Да. Метро здесь, ребята, крутое. Вот у американцев и у англичан похожий стиль. Андеграунд. Плиточка вот эта по бокам. Вот эта вот решетка. Здесь у нас протестуют. Но протест мирный против загрязнения климата, защиту животным. Ну, Европа, ребята. У нас революции. Здесь вот так вот все. Я вам уже говорил, да, что менталитет, ну, просто очень отличается. Вот здесь люди веселые, очень веселые, приветливые. Куда бы ты ни пошел, где бы ты там ни ехал, тебе везде машут с окна, с машин. Ну, я считаю, что вот... Со временем к нам это все придет. И нам нужно тоже к этому стремиться, да? Да, я как-то за. Мне вот это больше всего нравится заграница, что все такие простые, приветливые, улыбчивые. Идут тебе навстречу, маленькие, улыбаются. И очень культурные. Какие в отеле с нами ребята, такие культурные. Извиняются. В лифт тебя все пропускают. И с этим легче жить. И человеку хорошо, и нам приятно. Просто нам просто друг другу ловится. Легче. Жизнь будет намного легче, ребята. Так и есть. Я в первый раз в будку не попал. Где очередь? Очереди нет. Заходим. Не знаю. Я захожу. Сейчас буду звонить. Что, маме звоним? Да? Она реально работает, да? Тут кредитку. Да. Можно карту, кредитную карту, можно монетку. 60 копеек. 60 фунтовских копеек звонок. Классно, да? У нас уже таких очень мало осталось. В Киеве уже почти нет. Это символ Лондона. Классно. Да, и они стараются сохранить все это. И вот там отсоедут очередь и ненавидят нас, потому что мы влезли. Да, ну все, пошло. Тут куча пунктов, блин. Вон смотри, еще пять штук. Меня очень удивляет вот эта вот атмосфера. Сейчас идем через парк. Приятно, я бы сказал, удивляет. Люди сидят на лавочке, читают книги. Я давно такого не видел, блин, в наших парках. Дети себе играют. Кто-то бегает. Ну, как-то так оно все... Не знаю, классно. Люди гуляют с собаками. Собака накакала. Человек стоит с пакетом, чтобы за ней уже убрать, выбрасывает все. Короче, здесь в дерьмо ты не вступишь. Все вот садятся отдыхать вот на травку. Тоже такой вот стиль, да, американский, английский. Мы в фильмах могли такое видеть. У нас это не так принято. Правда, у нас тоже вот под универом, когда уже потеплело, все выходили, садились на траву, отдыхали. Но здесь вот как-то очень все культурно. Так, любимая, учится снимать. Снимет вам красивые кадры. Я вставлю их в свое видео. Я вставлю их в свое время. Смотрите, какие здесь таксихи. Даже есть специальный трап для инвалидов. Вот это круто, да? Сейчас будем ехать на этой таксишке, на местной таксишке. Здесь очень много места. Мы же снимали такси. Рассчитываться можно вот терминалом. И заходить можно просто на ходу. Да, заходить здесь на ходу. Вот просто ловишь по городу. Да, и садишься. И все, не нужно ничего вызывать. Вот еще здесь есть место одно. Прошлое там микрофон был, да? Мы общались через микрофон. Итак, у нас последний день в Лондоне. Погодка шикарная. Отдыхаем на газончике возле Тауэрского моста. Поснимал я вам, ребята, с Мавика. Нужно разобраться в настройках, потому что снимает ужасно, дергается, горизонт завален. Буду все ровнять. Сегодня пофоткались. Любимая нашла фотографа. Фотографа я, кстати, нашла еще до того, как мы собирались в Лондон. Я нашла фотку одной блогерши, сохранила ее и не визуализировала. Я, короче, спросил, сколько она зарабатывает. Зарабатывает на фотках от 3 до 5 фунтов. Тысяч фунтов. Тысяч, да, фунтов. Это очень много на фотках. И плюс рисует картины и может продать картину за 2 штуки. За 2 штуки картину. Что там? Моя помада. Но здесь жить дорого. Да, сказала, что можно снять, ну, не в самом центре, а где-то там 20-30 минутах езды от центра на метро. За полторы тысячи фунтов. За полторы тысячи фунтов. Однушку. Питание, я сказала, нормально. Ну, смотря, как зарабатывает. Сейчас дрон мой. Официанты здесь зарабатывают около... Двух тысяч. Около двушки. Ну, это такое же дело. Чаевые там все дела. Ну, это так же, как и... Это максимум. Две штуки, это чаем максимум. Если ты будешь официантом... Официанты, ребята, в каждом деле надо быть самым крутым. Можно быть официантом в Старбаксе или в Макдональдсе, а можно быть официантом в Мишлене. Я думаю, там они зарабатывают по 10 тысяч фунтов. Ну, да. И чаевые там по 100 фунтов. Поэтому все зависит от вас. Можете быть официантами. Приехали на Букингемский дворец. Давай я скажу. Еще раз я скажу. Приехали на Букингем... Приехали на Букингемский дворец. А теперь я еще раз скажу классно. Приехали мы на Букингемский дворец. Не затягивай, потому что понятно, что тебе хочется. Мне не тяжело. Я же это вставлю. Я вот это не говорю. Букингемский. Приехали мы на Букингемский дворец. здесь очень много туристов не удалось нам сфоткаться вот с этими ребятами видите да красные человечки я мечтал фоточку такую себе сделать очень много туристов я не думал что вот так много туристов короче давайте подведем итоги как тебе в лондоне очень классно очень классно культура глава времени когда меняются люди люди классные и счастливые и радостные не знаю тебе улыбаются классно и очень много всего тут есть получилось потратить три с половиной миллиона рублей 90 процентов это часы остальное это одежда билеты на семинар к тони роббинсу отель на такси дорого ездить да приехали в барбершоп потратили на стрижку на стрижку городу 30 а на такси 130 130 в одну сторону дорогой город но такой мотивирующий еще больше зарабатывать нет ребята я перепутал только что зашли в google перевели два с половиной миллиона рублей получилось 37 тысяч долларов это примерно два с половиной миллиона рублей до ошибся на миллиончик миллион туда миллион сюда так ребята еще хотел вам показать какие здесь деньги вот так вот выглядят 10 фунтов они такие как на мальдивах видите прозрачные и такой вот клеенки сделаны эта купюра не так пачкается как обычная купюра не промокает и ее очень тяжело порвать но десятка мне понравилось двадцатка обычная бумажная кстати других номинала мы не видели да только 5 10 и 20 кстати деньги здесь снимать невыгодно хотел снять и payment до хотел снять тысячу долларов но комиссия с тысячи баксов 170 баксов представляете здесь фунтовские получается банкоматы а я хотел снять с долларовой карты и конвертация идет и получается 170 долларов комиссии ну вообще не выгодно подписывайтесь кстати ребята на мой инстаграм я там буду разыгрывать вот эти вот деньги буду разыгрывать сувениры а все что вам нужно будет сделать это поставить лайк либо оставить комментарий короче там делов на одну секунду смотрите ребята важная информация когда вы рассчитываетесь картой за границей например у вас карта в рублях а вы вот приехали в британию и когда вы рассчитываетесь картой на некоторых терминалах спрашивает что выбрать рубли или фунты всегда выбирайте фунты всегда выбирайте валюту той страны в которой вы находитесь за конвертацию вас снимет намного больше денег если вы выберете рубли потому что у вас рублевая карта всегда выбирайте фунты валюту той страны в которой вы находитесь я это проверил и разница реально существенная велитяги покупал кофту я рассчитывал со карта и payments и выбрал евро выбрал евро и переплатил что-то я не знаю 50 евро 50 мать его евро переплатил но когда рассчитывался с долларовой карты я выбрал сначала доллары посмотрел сколько будет в долларах потом заплатил фунтах и когда вот сравнил тоже разница существенная так что если вы расплачиваетесь карты рассчитываетесь валютой той страны в которой вы находитесь короче друзья мы вам советуем всем посетить лондон меня этот город мотивирует быть культурнее и мотивирует больше зарабатывать огромное вам спасибо за просмотр за поддержку обязательно обязательно подпишитесь на мой канал подпишитесь на канал любимой ссылка я ставлю в описании и обязательно поставьте этому видео лайк всем больших денег любви удачи да пишите побольше комментов пока а знаете почему губай потому что бай-бай потому что бай-бай и они вот говорят быстро да и бай-бай просто как наш бабай говорили бугали воздец и бабайка это кого-то выходит здесь такси бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай ребята